Гаджи Будунов, нападающий Динамо. Гаджи, в команде по сравнению с прошлым сезоном появились новые игроки. Как проходит эта адаптация, как новые связи нарабатываете? Ну, всех послов мы встретили очень хорошо. Мы были знакомы и до этого. Поэтому по сравнению с адаптацией у них тоже не возникло. Поэтому в этом плане все было отлично. Как задачи на новый сезон? В прошлом вы стали серебряным призером. В этом году в связи с новыми игроками в составе готовы повторить успех и все-таки ходить и подняться на ступеньку выше? Ну, в этом сезоне у нас не стоит задача в игре, как первое место. Первый у нас стоит задача развиваться, становится лучше. Но и мы для себя уже отдельно ставим задачу нанять первое место. Так как в прошлом году мы добились того успеха, что мы стали серебряными призерами. Плюс мы победили чем ионом в нашей лиге. Поэтому у нас есть такие задачи. Все, спасибо. Удачи в сезоне. Спасибо. Арсений Василенко играл к команде «Динамор». Арсений более-менее радный был первый тайм. А во втором что с командой случилось? Ну да, я считаю, что первый тайм был за нами. А во втором тайм просто пропустили. Гол, ну, первый. Ошибка. И все, и потом уже рассыпались. Так, если бы ошибки не было, я думаю, мы бы и выиграли. То есть один случайно пропущенный гол может отломить игру? Ну, нет. Пропустили. Потом второе, и тогда уже точно приступались. Не надо просто опускать головы руки, играть свой футбол. Удачи в сезоне. Спасибо. Спасибо. Евгений Калоев, тренер команды «Динамор». Венгенович, сложное начало сезона. Ну и, как я спрашивал от своего игрока, все-таки первый тайм получился равным. Как вы считаете, что вашим ребятам помешало все? Первый тайм, да, получился равным. Помешало, наверное, не знаю. В адресе нам не хватило. В общем, как-то без любого играли. Можно лучше, не знаю. Не надо подбираться. Здесь номер вашей команды, это Мирлан Мусаев. Я тоже отмечал, что он малозаметен был на поле. Я так понимаю, и у вас к нему были претензии? Ну, они считают, что они не то, что претензии. Просто хотелось выжить игру. Они вышли на поле, неплохо вышли на мастер. У нас столб есть. Какая больно. Сегодня они вышли первые в основном составе. Просто кто-то готовился. Ну, так где-то... Ну, в рабочий процесс. Ну, и удачи. Желаю удачи вам в сезоне. Спасибо. Руслан Гадьевич, ну, результат на табло, я так понимаю, ребята все установки выполнили сегодня. Ну, в первом тайме нет. В первом тайме у нас не заладилось. Ребята принимали не очень хорошее решение. Для того, чтобы отбирать мяч у этого соперника. А во втором тайме, да. Во втором тайме. В принципе, 4 мяча были в первом тайме. То есть, было намного лучше уже. Ну, вот что, тренер, в данном случае вы сказали привет ребятам, что они так забегали во втором тайме. Раздевал? Да. Говорили обычные вещи, в принципе. Ничего такого нового не говорили. То, что они и так каждый день слышат. Чтобы оценивать ситуацию. Принимать правильное решение из разных вариантов. Убирать лучший. И во втором тайме это заработало. Не знаю. Эти ли слова помогли, что... Это постоянно говорится. Не сказать, что во втором тайме сказали. И все заработало. Так что, сложилось так. В принципе, во втором тайме сыграли так, как и играли весь прошлый сезон. То есть, зрелищно в атакующем стиле. Поэтому забили 4 часа. И последний вопрос. Сложно отстраивать новых игроков в эту схему? В серебряную схему, скажем так, команды? Есть такой момент. Да. Конечно, время на адаптацию нужно. Потому что мы... Ну, философия наша такова, что мы не хотим упрощать игроков. То есть, все время принимать решение, когда ты с мячом, когда ты без мяча. Поэтому на это... Кто так не занимался в мячом школе, тому чуть сложновато. Но мы видим, что ребята действительно... Как бы сказать, что есть те, кто к нам приходят, они готовы к нам. Главное, что мы не там готовы. Удачи вам в сезоне. Спасибо большое. Спасибо.